Приветствую вас, девочка, которая изменила, в первую очередь, знаете, должна подумать о том, что она ничего не должна, как бы это ни парадоксально не звучало. То есть, понимаете, если девушка изменилась, значит, у неё в наличии, имели место быть, какие-то проблемы. Проблемы эти, они могут быть самого разного характера, самого разного склада, самого разного происхождения. Начиная от проблем, взаимоотношений с своим парнем, да, которому девушка изменила. И заканчивая проблемами в своей семье, которые, значит, повлияли на неё таким образом, что она теперь изменила. Вот. То есть, у девушки какие-то проблемы. В первую очередь, в первую очередь, девочке нужно понять, что она не была честна с собой до конца. И не была честна со своим молодым человеком, которому изменила, скорее всего, тоже не была честна до конца. Потому что, ну, в итоге, произошла измена. И, соответственно, то, что нужно сделать девушке, это... Это, значит, лучше разговаривать о своих желаниях, то есть, ну, говорить о своих желаниях лучше. Лучше, лучше быть честной самой собой, вот, и не бояться, не стесняться высказывать свои желания. Может быть, может быть, своё неудовольствие чем-то, да, то есть, ну, какими-то действиями мужчины и так далее. Это первое. То есть, она должна быть более откровенной. Вот. С собой и со своим молодым человеком. Это главное. Значит, дальше. Поведение, поведение девушки. Оно должно стать более таким открытым. В частности, свои эмоции, которые есть у неё, ей, соответственно, нужно, ну, более качественно проявлять. Этого не нужно бояться. Вот. Значит, поступки, ну, во-первых, заявлять о своих потребностях, о своих нуждах, это обязательно, обязательно заявлять. Во-вторых, проявлять по отношению к мужчине, к мужчине нормальную реакцию, если он не даёт. То, что девушка хочет получить. Вот. Значит, необходимо понять, что причины, причинами измен является неудовлетворённость. И почти никогда эта неудовлетворённость не является именно сексуальной. почти, почти всегда. Речь идёт именно об эмоциональной неудовлетворённости, которая имеет место быть. ну, то есть, вот именно, 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 эм, у людей. То есть, эм, вот это, очень, эм, важно, понять, понятно. Дальше. Эм, вот, что должна понять и усвоить, и т.д., после того, как её просить. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что, эм, вы, исполняете волю, эм, эм, ну, своего молодого человека. Или девушка, девушка, исполняет волю своего молодого человека. То есть, должна что-то понять, должна что-то усвоить. Вот, это, условия, условия какие-то, понимаете, эм, в отношениях, эм, в искренних отношениях, эм, условий нет. То есть, там, если есть измена, да, то, поговорили, эм, значит, выяснили, эм, обсудили проблемы. Постарались эти проблемы, эм, исправить. Ну, вот, но не, не вот эти вот усвоения всего-либо, понимаете. Вот, потому что это будет не, эм, не ваш опыт. Потому что, смотрите, изменили вы, да, изменили вы. А, почему-то, про, эм, ну, про то, что должно измениться, спрашивайте нас. Но ведь, если изменили вы, значит, наверное, вы же и знаете, эм, что вам нужно усвоить. Какой урок влечет за собой это событие, знаете. Мы же не знаем, а, из-за чего вы изменили именно. И, если, если вы говорите о парне своем, который хочет, эм, чего-то. Ну, хочет, хочет, чтобы вы, например, эм, вели себя как-то по-другому. Хочет, чтобы вы изменились. Хочет, чтобы вы чувствовали свою вину, например, и так далее. Вот. Это только его желание. И нужно понимать, что к вам это желание не имеет никакого отношения. То есть, если он вас просил, действительно просили, эм, то вы просто живете дальше, эм, как жили. И все. Как будто не было ничего. Для нас тут нельзя постоянно вспоминать об этом, да. И человек меняться, он, в принципе, точно не должен, да. То есть, нужно обговорить проблему, да, вот, проблему, проблемы. И, если мне, значит, есть проблемы, проблемы серьезные. И вопрос в том, что это, то, что это за проблемы. Вот. Соответственно, может человек простить, например, или нет? Если он говорит, что простил, значит, ну, хорошо. Тогда, если он простил, значит, вы живете просто больше и больше и больше не знаете об этом. Если человек не простил, значит, это задевает его и, соответственно, тем, ну, если это его задевает, то вы вот сами, сами, да, вы мало чего можете сделать. Потому что это задевает другого, это задевает другого, не вас. Прям, понимаете? Вот. И, конечно, не может быть, не может быть. Поэтому, ситуация, она в том и заключается, что вам нужно усвоить только то же, что вот за вашей изменой есть проблемы, ваши проблемы. Какие-то серьезные проблемы, скорее всего. Если вы хотите, чтобы этого больше не повторилось, то имеет смысл на эти проблемы обратить внимание, имеет смысл с этими проблемами поработать. Но за эти проблемы несет ответственность также и малобыл человек ваш, понимаете, который не прислушивался к вам и так далее. Если молодой человек сделал для вас все, ну, вообще все, а вы ему изменили, да? То вот здесь, я полагаю, имеет место быть некий такой, ну, может быть, родительский сценарий, да? То есть, вполне возможно, что, ну, можно говорить о наличии проблем у вас. Например, сценарное поведение, когда, допустим, человек совершает какие-то действия, даже, ну, не желая этого, да? То есть, когда вы не можете сказать себе, почему я это сделал, для чего я это сделал, что заставило меня это сделать. И вот в этих, если эти моменты есть, то это идет из детства. Ну, опять же, это нужно анализировать. Вот. Извиняться постоянно, вести себя как-то, ну, как будто вы виноваты, это не добавит уважения к вам со стороны молодого человека никак. Вот. Наоборот, он будет к этому привыкать и, наоборот, он, возможно, будет стараться это использовать для своих целей, чтобы, ну, чтобы, например, вас подчинить, или чтобы подвесить свое самолюбие, уязвленную гордость, если таковая есть, и так далее. То есть, нельзя, нельзя, нельзя человеку позволять вести себя сами, как будто вы виноваты. Понимаете? Вот. Вот так, пожалуй, можно ответить вам на вопрос. То есть, первое, быть искренней, а более конкретно говорить о своих желаниях. Второе, обозначить проблему, которая привела к изменам, и либо обсудить ее, либо как-то поднять. Третье, это проанализировать, сделали ли вы это, будучи неудовлетворенной, или вы это сделали по какой-то другой причине. То есть, ну, например, что-то вас спровоцировало на это, на измен. Вот. То есть, это тоже очень важно. Если вы для себя это поймете, и если вы для себя постараетесь этот момент, ну, выявить, что я полагаю, что шансы сделать так, чтобы ситуация, хоть больше не случилась, увеличивать. Вот. Ну и, соответственно, если это провокация, то это родительский сценарий. Вот. И тогда вам нужно консультироваться индивидуально с психологом, для того, чтобы увидеть, что вами двинет, и чтобы такого больше не происходило, ну, с вами. Вот. Потому что само по себе, понятно, это не произойдет. Вот. То есть, само по себе это не исчезнет. Значит, ага, дальше. Молодой человек, если он вас любит, да? Молодой человек, если он вас любит, он не будет вас обвинять. То есть, постарайтесь, постарайтесь, постарайтесь это понять. Ах, молодой человек не будет вас обвинять. Ах, молодой человек, ему будет тяжело вас понять, конечно. Потому что, ну, понятно, что ему тяжело, понятно, что ему больно. Вот. Но если он отвечает, отвечает за свои слова, то я порагаю, что он не будет вам напоминать об этом, о том, что произошло. А если напоминает, значит, еще не простил. Ну, это немножко другая тема. Только в этом случае вам нужно вдвоем, значит, записаться на консультацию и вдвоем поработать. Вот. И последнее, ни в коем случае не вести себя, как, значит, ну, как виноват. Да? Ну, да. В первое время это понятно, да? В первое время. То есть, ну, понятно, виноват это, да? Это естественно. Вот. Ну, постоянно вести себя так. Не следует. Это точно. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.